Сегодня у нас последний день Масленицы, и как в такой праздник не поговорить о блинах? Вот, например, что делать, если первый блин получился комом? Сейчас это выражение используют, когда что-то не получается с первого раза, то бишь первая попытка сделать что-либо оказывается провальной. Вроде бы параллель понятна, первый блин получился с комочками, а значит не выдался вовсе. Но оказывается, что происхождение этого выражения никак не связано с комками теста. Изначально фраза звучала так, первый блин комом, блин второй знакомым, третий блин дальней родне, а четвертый мне. И именно комам через а, так кто такие комы? А это медведи. Именно так их именовали в старину. Более того, привычная для нас масленица раньше называлась комоедицей. И первый испеченный блин предназначался именно медведем, так как этот праздник посвящали пробуждению зверя, а его считали прародителем людей. Почему медведя прозвали комом, так сразу и не скажешь. Но основная версия указывает на то, что медведь похож на большой шерстяной ком, поэтому в народе его так величать и стали. Есть еще такой вариант трактовки этого выражения. Первый блин, который выпекали на масленичные недели, отдавали за упокой души. Тут смысл такой, этот блин должен был стать комом в горле, потому что когда его ели, вспоминали умерших родственников. Вообще у этого праздника большая история. Она отразилась и на происхождении хорошо известного выражения. Что ж, я нам желаю, чтобы первые все последующие блины были у нас без комков.